Хочу тебе напомнить о том, что прямо сейчас в паблике Саби Шока разыгрывается PlayStation 5, девайсы Logitech, скины, премка, ну а также бесплатные часы в киберклубе, не в нашем, если что. 70 мест призовых, это самое большое количество мест, которое у нас было. Прими участия обязательно, условий всего лишь 3, и участников сравнительно мало, поэтому прими участия я оставлю ссылочку, не забудьте по-братски, будь частью нашего комьюнити. Здарова, молодые люди, меня зовут Шок, и давно вы играете у нас на Саби Шоке. Вы не видите читеров, их как будто нет, вы не видите токсиков. Да, понятное дело, что они есть, но их становится все меньше и меньше, потому что мы наблюдаем за всеми, мы наблюдаем за тобой, пока ты играешь. Как только ты кидаешь репорт за человека, мы это все обрабатываем. У нас около 200 модераторов, которые работают на проекте, и все это волонтеры. Мы не платим зарплату, представляете? Ну, почти не платим, самые высокие звания получают зарплату. Так вот, сегодня я с модератором и с главой поддержки буду разбирать тикеты сам. Я посмотрю, как это все работает, а из-за чего я это все начал делать? Сейчас вы увидите, как это все происходило. Чем меня эта идея зацепила? Я думаю, что можно начинать. Приятного вам просмотра, это а-ля Патруль, только не в CSGO и не на Фесте, а на Саби Шоке. Полетели. Так, первая ситуация. Сейчас написал человек в комментариях. Ммм, спасибо за использование сторонних в ПО. Только я ничем не играл, и на аккаунте была премка. Спасибо. Вы были навсегда заблокированы за использование запрещенного ПО. Блокировка обжаланию не подлежит, но мы нарушим это правило. Нам говорит Прогер о том, что любой бан, он заслуженный. Если вот такое сообщение получает человек, значит там точно был чит. Сейчас, после вот этого комментария, где чел нагло врет, возможно, мы его проверим. Мы его сейчас позовем в дискорд, и мы вам покажем, что у него будет чит. Это дефолтная ситуация, которая у нас происходит на проекте. Люди врут так нагло и грустно. Первая новая, два калаша Вингман. Ну, посмотрим. Возможно, я дико ошибаюсь, и он чистый парень. Так. Откройте ваш основной браузер. В загрузки зайдите. Ну, вообще, я очень давно могу сказать, типа, то, что я юзил читы, но вообще давно, типа, у меня папка осталась, но могу сказать, типа, когда то, что у меня подписка закончилась, и я тут не играл вообще с читами, типа, я играл на другом аккаунте. А, покажите, что за чит. Такой вот. Ну, кто за, типа, когда подписками давно уже нет. А, смотрите, у вас античит мог просто задетектить, что у вас он на компьютере находит. А, я тут давно уже вообще ничего не пользуюсь. Ну, он у тебя остался, видишь, этот файл. Покажите, покажите еще раз. Ну, ну, как давно, это вы... Там еще папки rage мыли, hack. Плюс, там... Вот. У меня давно уже стекла. У меня больше... Я ничего не использую, типа, он платный был, и поэтому я боюсь использовать бесплатные читы. Смотрите, ну, скорее всего, античит просто задетектил за то, что у вас на компьютере хранится чит. И у вас же наверняка не только этот чит на компьютере. Нет, у меня все. Ну, а зачем такие комментарии писать? Ну, себе же врешь. Ну, я же говорю про CSGO, типа, я так тут стерил, да, но... Проверьте последние файлы включенные. Так, папка wallhack у вас, да, еще какая-то есть? Угу. Ну, смотрите... Это еще второй чит. Да, смотрите. Ну, я, типа, я тоже не использую. Смотрите, по правилам данного проекта написано. На серверах также запрещено использование сторонних программ багов карт, дающих преимущество другим игроками любые упоминания читов, скриптов даже на персональном компьютере игрока. То есть даже любые упоминания читов, скриптов даже на персональном компьютере игрока. То есть хранение читов также запрещено на компьютере. Скорее всего, у вас античит из-за детектив. Я надеюсь, ты признаешь свою вину? Я, да. Ну, все, хорошо, спасибо. И удалите, пожалуйста, комментарии, если вам несложно. Хорошая работа, Олег. Это только два чита, которые мы заметили у него, представляешь? Да у него там много чего, на самом деле, и по-друге игрок. Но он любит чит, любит обманывать в играх, наверное. Вот сегодня я говорю, днем таких же два человека было. Я их решил проверить, и вот там в рабочем чате вот у нас есть, я туда скрины скидывал. Ладно, давайте, слушайте, я хочу немножечко пожить ролью модераторов. Погнали, пойду на тикеты. Небольшая рекламная интеграция. Мы сейчас на сайте GigiDrop, и тут добавили новые кейсы. Осенние, Rush School, где лето, где на ваш здание, ПрСФ, до последнего урока, и я не глобал. Как раз я не глобал, я и открою прямо сейчас. Cyrix мне падает. Извините меня, сколько он стоит? Я потратил 2000 рублей. 1000 рублей. Ну, окей, мы в минусе на 1000 рублей. Мне упал токен, если что. Это обновление новое на GigiDrop. И вы сможете использовать эти токены, ставить и зарабатывать еще сверху. Смотрите, вот у меня на палате 118 монет. Я могу поставить 70 монет, и я могу принять участие в этом джекпоте. Ну что ж, пошла рулетка, и сейчас выбирается тот скин, который будет разыгран. И это 500 рублей. По сути, у меня здесь самый большой процент, 70%. Я вложил больше всего токенов, и здесь побеждаю не я. Выиграл чел с каким-то маленьким процентом. С одним процентом. Ладно, я лучше прокручу барабан. Не выпал рантом кейс при пополнении 200 рублей. Но прямо сейчас я введу секретный код SHIKOG, и у меня открывается вторая прокрутка, и сейчас мне падает два бесплатных кейса при пополнении от 400 рублей. Вот такая вот история. Если что, этот промокод я оставлю в описании, и вы можете также подкрутить этот барабан бесплатно два раза подряд. Ссылка на GigiDrop в описании, ну а мы идем дальше. Прямо сейчас я нажимаю на встать на Prime, и становлюсь модератором на этот Prime. Так, нажимаю актуальные тикеты, и вот они. Это все? Ага. Это что? Это все тикеты, которые сейчас есть? У нас же работяги работают. Опа, больше нету. Да ладно, так быстро? Да. Тебе тут автокликер надо, если что. У меня завтра еще 50 модерн. О, пришел. Проблемы с хранитацией данных принять. Быстрые пролагивания пишут еще. Вон у тебя ниже есть IP-адрес, ты на него нажимаешь, тебя перекидывает на сервер. А-а-а, сервер, смотри, в говне каком-то. Офигеть. Ну все, отправляй этот сервер на переработку. Еще и передал, короче. И передал. Короче, да, хорошо, записываем этот сервер, посмотреть, что с ним, да? Сервер в говне, исправим. Закрыть тикет, правильно? Нет, ты должен отправить это, ты должен тегнуть Даню, отправить это ему. Вот так, да? Да, да. Примерно так. Хорошо, я это записываю и отправляю нашему Даню, да? Да, ты отправляешь. Дикий красный вард, правильно? Фух. Ребят, первый тикет. Закрыть тикет. Все? Ура. Если что, все модераторы, которые сейчас ловят тикеты, они все сидят в Дискорде. Модератор номер один, номер два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. На прайме, на прайме, на ханесе есть специальные модераторы, еще поддержка, Дискорд, саппорт, ну и сами прогеры, вот самое главное здесь сидят. О, нарушение правил. Ура. АФК. Так, погнали. Заходим на сервер. Нарушитель Люмик. Погнали. На ретейке АФК стоит. Как он может АФК? Если он крутится, я его забаню сам. Так, ну что, мы зашли на сервер, и я как-то не вижу, что чел АФК. АФК стоит. Что? Нет, так он может стоять 10 секунд, вот так, а потом пойти. И вот так каждый раунд может быть. Подожди, он реально стоит АФК просто. У него минута, чуваки, он АФК стоит. А что вместе с ним делать? Наблюдать или перекинуть? Ну, ты можешь его либо кикнуть, либо перевести в наблюдатель. Админ. Переместить игрока. Люмик. А спектаторы. Все, отправил. И нарушитель был наказан. Все. Второй тикет, чуваки. Второй тикет уже есть. Опять их нет. Да вы ровните. А раньше их было штук 50 за раз. А сейчас модераторы у нас работают. Сейчас сколько активных модераторов прямо сейчас? АФК. Че такое вообще? Так, ну, чуваки, только что я зашел на сервер, но чел только что при мне вышел, поэтому, наверное, его кикнул наш бот, который отвечает за АФК. Идем дальше. Порща игрового процесса. Ретейк 46, Тет Рейн. Я не хочу играть на этой карте. Это было 6 минут назад, он написал в чат. Дружище, я тебе сочувствую. Скипайте карту эту приз. Боже, он серьезно? Топаш, нет, все, чувак, у меня раздражает. Как мне его запонять? Что он здесь? Ты не имеешь права, тебе нужно посмотреть, как он играет. Так, чуваки, он на базе сидит, он не хочет играть на этой карте. Может, он не лагает. Ну, смотри, что он делает. Ну, он же не нарушает правила, он просто не знает карты. Ну, чел, ну, челикам не нравится играть против такого. Руслан, ну, говори. Ну, это же не значит, что таким запрещено у нас играть, правильно? Это просто новичок. Ты можешь его предупредить и потом либо забанить за рекламу в Нике. Просто посмотри. Да, давай. Так, я прописываю админ управления игроками. Кикнуть игрока. Да, можешь нажать кикнуть игрока, потом его никны. Реклама в Нике. Да, просто нажимай реклама в Нике. Все, я его кикнул. Ладно, все, получается, я нажимаю, что игрок был наказан, правильно? Да. Так, читер. Ой, нарушение правил. Неспортивное поведение. В чате пишет. Ты нуб. Я не могу, бегу. Пошел. Лох. Молчаль. Ну, какой-то неадекват, чел. Отправитель Тайрон. Нарушитель пирог. Давайте подключаться. Аэротек номер 10. Карта Дамираж. Ну что ж, смотрим. Говорят, неспортивное поведение. Да, он все хорошо делает. Ладно, я думаю, что так и будет продолжаться. Я ему, знаете, что сделаю? Я ему дам мут за оскорбление в чате. Пирог. Отключите чат, да? Что сделать? Первое оскорбление уже было. Сколько? Шесть. Шесть часов. Отключу этот чат на шесть часов. Отлично. Неплохо, чуваки. Все. Выходим с сервера. Этот тикет мы называем закрытым. И нарушитель был наказан. Спам чат. 1, 2, 3, 1, 2. Таун рофли. Пиви, ты меня слышишь? Да. Ты получил тикет за спам чате 1, 2, 3. Так. Поэтому попрошу тебя больше так не делать. Хорошо. Спасибо. А стоп. Че? Это шок найт. Это шок? Да, попадешь. Все, давайте. Пожалуйста, больше так не с вами. В следующий раз будет банк. Давайте. Препятствия в игре. Препятствия в нормальной игре. Смотрим. Мото хорошее. Увидит чела, пытается его бить. Убивает первого. Играет старательно. Все делает правильно. Кидает мотов. Делает первый килл. Делает второй килл. Делает третий килл. Очень хорошо. Очень хорошо. Прям очень. Очень хорошо. Чуваки, написывайте, пожалуйста, что именно. Какое препятствие было в игре. Нарушений не было. Погнали дальше. Следующий тикет. Читерство. Экзекьют. Он пишет, что ВХ. ВХ, конечно, сложно будет проверять. Но смотрите, как много тикетов он получил. Чел. Очень много. Смотрите, пацаны. И все одно и то же пишут, что ВХ. Янекс. Сколько часов? За 14 часов столько тикетов? Ну, это странно. Экзекьют. Сейчас Тера должна зайти на сайт, если что. Это отличие от ретайка. Под ним находится Чел. Ну, можно про него знать, понятное дело. Очень. Ну, ладно. Нормально. Нормально все. Общается в команде. Но его убивают сзади. Он этого не мог отчитать. Ну, сейчас посмотрим еще. Вот смог будет убивать. Ну, если столько репортить, значит, за что-то. Значит, он смог стреляет. Бежит спокойно. Знает. Слушай, ну, про этого... Лан. Его было... Его максимум можно было бы услышать. Хорошо. Давай досмотрим. Ну, на первый левел, на новом аккаунте, это очень странно выглядит все. Вот если это учесть, понимаешь? Ну, почти. Мне кажется, он специально сейчас это делает. Пошел на шор. Да. А мне еще кажется, что можно проверить его на мультиаккаунты. Это тоже можно сделать. Зовите его. Я его зову на проверку. Ну, что ж. L-Hacking. Будьте знакомы. Это наш модератор. И прямо сейчас он проверит человека на читы. Мы проверим весь компьютер от начала до конца. И не только компьютер. Для начала, откройте ваш браузер. А, смотрите. А у вас экстрим инжектор на рабочем. А, да что? Зачем вы читами пользуетесь? Это запрещено на нашем проекте. У него на рабочем столе... Ну, тебе вот это дает. Вот это рассказывай. Подожди, а что это... Это что? Это что такое? Ты же знаешь. Ты же знаешь, что это. Да, я понимаю, что... Подожди, ну, почему так выглядит? А зачем ты так делаешь? Проверить. Смотрю, я, кстати, на экзекьюте античит не работает. Правда? Да. Да, я на ретейке, если зайдут, там может через 5 минут, да, сблокировка на экзекьюте вообще нет. Хорошо, мы проверим присутствие читов, античита на каждом сервере. Спасибо тебе большое за помощь. За мультиаккаунт и получишь бан. Пожалуйста, врубайте свои читы и играй спокойно. Либо играть с читами на хвхм. Тебя есть, а что проверили? 17 администратора. Просто посмотрели. А почему вы ни разу не проверили на читы? Потому что не было подозрений на читы. Вот, смотри. Здесь он играет хорошо. Мне где-то, мы только что нашли читера, которого не могли забанить 18 модераторов. И мы посмотрели его компьютер, у него на рабочем стаде папка с читом. Смотри. Он говорит, что на экзекьюте нет вообще античита. На ретеке сразу вы забанили, на экзекьюте его не банят. Проверь, пожалуйста, античит на экзекьюте. Все, спасибо большое тебе, дружище. Я тебе даю бан навсегда. Удачи, спасибо. Да. Все? Минус один читер. Мы одному читера забанили, мне нравится. Ну, по сути, все. Тут три читера, их рассматривают другие модераторы. Я это не буду принимать. Отдадим кому-то слоты. Нет, я захожу сейчас в прайме и нажимаю уйти из прайма. Все. Я закрыл тикетов около 10. Я вам все это показал. Ну, а если вы хотите быть волонтером с Абершока, тратить свое свободное время, общаясь с новыми людьми, занимаясь такими тикетами, может быть, вам это интересно, то я оставлю анкету в описании, вы можете подключиться к нам. Руслан вас примет, он глава поддержки, да, Руслан? Да, да. Все, он займется всеми этими вопросами и вашей заявкой. Ну, и, понятное дело, все модераторы, которые у нас работают, они получают бесплатным премиум. Ребят, с вами был Яшок. Спасибо огромное за грёбанный просмотр. Если вы хотите вторую часть такой модерации, то, пожалуйста, поставьте лайк, и я буду знать. Я, правда, не знаю, как этот ролик залетит. Серьезно, вообще вот не знаю. Просто вообще не знаю. Может быть, 50 тысяч просмотров. С тобой был Яшок. Играйте на Сабершоке. Не нарушайте правила, потому что мы вас забаним. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok